Всем привет, с вами Эш Кинг. Это уже вторая часть подборки вещей в Скайриме, которые на деле не являются лорными. Первую часть перед этим смотреть вовсе не обязательно, так что можете сделать это уже после просмотра данного ролика. Ссылку на нее оставлю в описании. Но тем не менее я должен проговорить в чем суть этих видосов. Казалось бы, если мы играем в какую-то игру, естественно без фанатских модов, то абсолютно все в ней происходящее можно относить к лору и канону. Но как бы не так. Иногда игроки, даже не замечая за собой, относят игровые условности к истинному положению вещей в этой игровой вселенной и могут начать натягивать сову на глобус, пытаясь объяснить вещи, которые являются либо условностью, либо недоработкой. Так что присаживайтесь поудобнее, наливайте чаек и после небольшой рекламной паузы мы начнем разбирать подобные моменты. Народ, сейчас немного отвлечемся, так как хочу рассказать вам о новой игре Compass of the Destiny Истанбул, которая, уверен, будет интересна многим из вас. Ее создали три талантливых инди-разработчика за один год. Это изометрическая экшн-рпг, действие которой происходит в Османской империи, Стамбуле 17 века. Мы играем за венецианца, который отправляется на поиски своей сестры, дабы спасти ее из плена. Все путешествие путь нам будет указывать особый компас, который вынесен в название игры. Что примечательно, игра имеет локализацию аж на шесть разных языков, среди которых есть и русские, что в наше непростое время уже неплохо, согласитесь. Релиз игры запланирован на 15 сентября этого года, и мы можем поддержать молодую, но перспективную студию, добавив Compass of the Destiny Истанбул в список желаемого в Steam. Ведь, как вы знаете, виш-лист на сегодня это один из самых простых способов помощи начинающим разработчикам. Все ссылки, как поддержать релиз Compass of the Destiny Истанбул найдете в описании. Ну а мы возвращаемся к теме ролика. И одна из вещей, о которых мы сегодня поговорим, это так называемый reuse ассетов на некоторых мобах, гробницах и артефактах. Использование уже готовых моделей для всего подряд вполне привычная вещь для любой игры, особенно такой крупной, и зачастую в этом нет ничего плохого, но в некоторых конкретных случаях это выглядит максимально лениво именно из-за того, что сильно ломает лор, стоящий за персонажем, локацией или предметом. Яркий пример это Фаолан Красный Орел и связанный с ним квест Легенда Красного Орла. В игре сам Красный Орел находится в Каирне Мятежника на территории Предельцев. На всякий случай уточню, что данный народ называется Предельцы или Ричмены, если брать английский термин. Изгои это их название лишь в поздней 4-й эре из-за того, что их лишили своей земли и столицы в Маркарте. Так вот, несмотря на территориальное местоположение, внутри гробница выполнена в типичном нордском стиле, а сам Фаолан Красный Орел предстает в виде нордского драугра-военачальника. И это полностью противоречит лору, так как Фаолан был величайшим королем, военачальником и героем у Предельцев, у которых была и остается совершенно другая культура, броня, архитектура и религия, нежели чем у Нордов. И вообще, норды всегда были врагами Предельцев и постоянно сражались за эти территории друг с другом. То есть, Предел никогда стабильно в Нордское королевство Скайрим не входил. Норды его то захватывали, то обратно теряли. Видимо, разработчики не успели проработать уникальную архитектуру внутри Предельских построек, поэтому и ради гробницы Фаолана они не стали заморачиваться. Иначе мы бы видели эту же архитектуру по всему остальному Пределу. Фаолан известен тем, что сражался с легионами, известной в узких кругах императрицы Хестры из Иллисянской империи, которая пыталась захватить Предел в 1030 году Первой эры, то есть жил он примерно за 3500 лет до событий пятой части. И нет ни одной причины допускать, что его похоронили норды в отстроенной для него же гробницы в нордском стиле, так как известно, что хоронили его предельцы, которым он перед смертью передал свой легендарный меч как символ борьбы с врагами, имперцами и скорее всего нордами, так как в легионах императрицы Хестры при ее походе на предел по-любому должны были присутствовать норды. Более того, Красный Орел был вересковым сердцем. С учетом, что эти уникальные предельцы есть в самой пятой части, и для них даже проработана механика умерщвления путем вырывания у них сердца, очень странно, почему для ассета Фаолана не использовали хотя бы стандартную модель верескового сердца. Можно было банально перекрасить желтый мех в красный, окружить каким-нибудь призрачным свечением и уже было бы намного лучше. Да хотя бы взять самую стандартную модельку изгоя верескового сердца, ничего не меняя, и подписать Фаолан Красный Орел. Более того, Фаолан в игре даже кричит «Туумы», как обычный Драугар, что, конечно, полностью ломает лор этого персонажа. Что занимательно, при жизни Фаолан владел другим редчайшим искусством. Он мог призывать Духовный Огненный Меч Шихай, рассекающий Акинопалм толпы врагов. Вообще, искусство Шихая закреплено за Древним Ридгардским Орденом Ансеев, но каким-то образом пределец Фаолан тоже постиг это искусство, причем, скорее всего, независимо от Ридгардов. На это его умения были намеки еще в Скайриме, а в Тесс Онлайн эту идею окончательно подтвердили. И меч Красного Орла – это по задумке тот самый Шихай. Согласно тому же Тесс Онлайн, призрачные Шихаи иногда могут принимать в итоге твердую форму и оставаться в ней навсегда. Так вот, с мечом Красного Орла также не стали заморачиваться и делать из него уникальный меч со своим дизайном и эффектами. Тупо взяли модельку древнего Нордского меча, который встречается повсеместно в Скайриме. В целом, есть в Скайриме и другие примеры Ленни в левел-дизайне, хоть и чуть менее яркие. Тот же Курал Милл, создатель Белого Флакона, судя по имени и способностям к высшей алхимии, по идее должен был быть снежным эльфом, хотя Нурелион не называет его расу напрямую. Но при этом он все так же предстает перед нами Нордским Драугром. Если вы сами припоминаете другие подобные примеры, не обязательно связанные с Драуграми, можете написать их в комментариях. Следующая вещь, которая по сути тоже ломает лор, это наше свободное общение с персонажами, духами или монстрами, которым по несколько тысяч лет. Это конечно связано с лором не напрямую, а косвенно, так как исходя из лора мы знаем хронологию мира и годы жизни многих персонажей, и уже далее, если вдаваться в логику, у нас вытекают противоречия. Но тем не менее, лично мое мнение, в этом нет никакой проблемы, это сделано для удобства игроков. Поскольку даже если бы разработчики потратили лишних уйму денег и времени на проработку диалогов, где персонажи бы говорили к примеру 4 слова тарабарщины и одно понятное нам слово, а потом какой-нибудь NPC или ручной чертик на плече, нам бы переводили все это на современный язык, это было бы слишком долго и могло бы многим игрокам ломать погружение в игру. Кому-то конечно это бы наоборот очень понравилось, но большинство, как мне кажется, от этого бы задушились, то есть большие усилия могли бы привести к меньшему одобрению со стороны игроков, чем если вообще этим не заморачиваться. Но если уж говорить по факту, то взаимопонимание между нами и той же Сираной было бы попросту невозможно. Да, это фэнтезийный мир, но в огромном количестве вещей он функционирует по тем же законам логики, что и наш. У людей там такая же психология и социалка, как в нашем мире, и язык бы менялся там так же быстро, как в мире реальном, особенно в доиндустриальные времена. По прошествию 500 лет пропасть между языками уже такая, даже при самых удачных стечениях обстоятельств, как например это было с русским языком, что взаимопонимание было бы не более чем 30% между говорящими, а за тысячу лет язык меняется так, что понимание было бы на уровне пары слов раз в минуту, и то при очень хорошем раскладе. То есть Давакин, глядя на древнюю битву трех нордов с Алдуином, не понял бы ни единой фразы, которой они говорили, ведь это происходило почти 5000 лет назад. Ты ни о чем не думаешь, кроме крови на своем клинке. А о чем еще думать? Битва внизу идет плохо. Если Алдуин не примет наш вызов, боюсь все потеряно. Даже слово Алдуин они бы произносили с другим акцентом и с немного другими буквами, и в общем потоке слов даже оно не было бы скорее всего распознано. В некоторых случаях, например как с этой битвой с Алдуином, можно еще придумать себе объяснение, что древний свиток, с помощью которого мы заглянули в прошлое, наградил нас пониманием древнего языка и вообще стер все языковые барьеры. Но во многих случаях, как например с Сираной или с древними духами, которые что-то говорят, такое объяснение придумать нельзя. Если вдруг вам пришла мысль, что Давакин мог обучиться где-то древним языкам, и поэтому спокойно общается с такими личностями, а игровая условность заключается лишь в том, что игроку все это сразу подается на там релики для удобства, то этот вариант тоже можно отмести. Без общения с носителями выучить по книжкам древний язык строго определенной эпохи, даже при очень подробных сохранившихся словарях, что во времена условного средневековья вообще нонсенс, на том уровне, чтобы спокойно общаться друг с другом, тоже не выйдет. Даже при относительно точном вокабуляре и понимании грамматики, таким образом невозможно будет узнать акцент, сленг и другие тонкие мелочи, что почти на корню бьет взаимопонимание между двумя людьми. Ну и еще учитывайте, что в некоторых ситуациях в игре речь идет даже не о древнем варианте одного и того же языка, на котором разговаривают Давакин и его собеседник, а все еще смешнее. Например, если мы говорим о внутриигровом лоре, то Давакин разговаривает на Тамриэлике, общеимперском языке. Это лингва франка для всех народов Тамриэля, как сейчас в нашем мире английский. А древние норды разговаривали на древненордском, а это уже другой язык, не тот, от которого пошел Тамриэлик, зародившийся в Сиродиле. Конечно, надо оговориться, что если кто-то из персонажей, кому даже несколько тысяч лет, жил все это время в Тамриэли и не был лютым затворником, то нет ничего удивительного, если он свободно разговаривает с Давакином, так как язык менялся и развивался вместе с ним, и он разговаривает на том языке, который актуален для нынешнего времени. Тот же Данмер Дивайт Фир тому пример. Ну а если мы говорим о Сиране, пролежавшей тысячелетия в гробу, битве с Алдуином в Меретической Эре, или призраках, привязанных к подземелью древней гробницы, конечно, эти персонажи не могут знать современный язык. И уж тем более, если их родной язык был не Тамриэликом. Ну и на этом на сегодня все. Напоминаю, что у меня есть бусти, и если вдруг вы хотите поддержать меня монетой, то ссылка будет в описании. Ну а пока всем спасибо за просмотр, с вами был Эш Кинг, и до новых встреч!